В январе 2023 доллар стоил 72 рубля 20 копеек, а в августе стремительно стал приближаться к психологической отметке в 100 рублей за доллар. 14 августа на московской бирже доллар впервые пересёк отметку в 101 рубль. В октябре ситуация повторилась. «Основной причиной ослабления рубля являются последствия широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, и, соответственно, действия иностранных санкций, которые были введены странами Запада, в первую очередь США и Европы. К ним присоединились многие страны мира по тем или иным причинам, в частности, из-за опасений применения против них вторичных санкций». Иван Угляница, эксперт рынка инвестиций, в интервью изданию «Фокус». По мнению экономистов, на рубль повлияли блокирование значительной части золотовалютных резервов Российской Федерации, отключение от SWIFT государственных и отдельных частных банков, а также добровольные отказы иностранных банков, контрагентов продолжать отношения с российскими финансовыми учреждениями. Приток валюты в страну существенно сократился, в том числе и из-за введения Кремлём контрсанкций. Путин неоднократно публично призывал прекратить расчёты в долларах и евро. Санкции и непутёвая политика Кремля, направленная на снижение добычи и экспорта нефти, привели к тому, что профицит платёжного баланса Российской Федерации в первом полугодии 2023 года сократился на 68%. К этому фундаментальному провалу добавился дисбаланс в расчётах за экспорт и импорт в рублях и иностранной валюте. Виталий Шапран, экономист, в интервью изданию «Фокус». Слабый рубль делает продолжение войны против Украины всё более дорогостоящим. Высокие военные расходы при относительно низких экспортных доходах стали фундаментальной проблемой России, говорят аналитики. Такая модель ещё могла бы год-два функционировать без катастрофических последствий для экономики. Но чем дольше длится такая ситуация, тем выше риск тяжёлого экономического кризиса. Александр Прокопенко, научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине, в интервью изданию «Гизейд». Инфляционные процессы Федерации ускоряются, и ситуация будет только ухудшаться, убеждены аналитики. Кто не хочет терять ещё 20% на курсе, должен как можно быстрее избавляться от рублей и от банковских счетов. Повторяю, почему? Потому что очень большой риск, что деньги будут заморожены. Эксперты прогнозируют, что до конца 2023 года российская национальная валюта преодолеет новый барьер в 120 рублей за доллар.